Здравствуйте! Меня зовут Андрей Стародым. Вы смотрите программу интервью. И сегодня мой гость, депутат Законодательного собрания Красноярского края, представитель Комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Анатолий Матюшенко. Анатолий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, уважаемые красноярцы! Вот, Анатолий Иванович, хочу начать нашу беседу, наше интервью Вот, с очень важного, как мне кажется, вопроса, на последней перед каникулами сессии Законодательное собрание приняло закон о капитальном ремонте жилых домов, многоквартирных домов. И мне кажется, здесь еще не все понятно, не все еще точки расставлены. Вот, можете вкратце рассказать основные посылы, фабулу вот этого закона? Вы абсолютно верно подметили, что закон очень важный, И важный, причем, для жителей практически всего жилого фонда. Этот закон предполагает создание регионального законодательства, что и было сделано на последней сессии нашего законодательного собрания, и создание регионального оператора, то есть службы, государственной, не коммерческой, не частной, которая будет нести ответственность за организацию капитального ремонта жилого фонда многоквартирных жилых домов. Таким образом, чтобы в течение 15 лет на территории края, ну и в России это в целом закон действует, мы вышли, вот, ушли от темы ветхого и аварийного жилья. Если мы не ремонтируем жилье, оно потихонечку передвигается к той черте, за которым уже начинается аварийное жилье. А вот уже сегодняшнее ветхое аварийное жилье, оно будет продолжать сноситься за счет средств, в том числе, федерации и при участии бюджетов местного самоуправления, нашего краевого бюджета. Вы думаете, это вот реальная программа за 15 лет отремонтировать эти дома? Такую задачу ставят федеральные органы власти. Поэтому здесь она должна решаться с учетом возможности платежей населения. Ведь можно и за год, условно скажем, отремонтировать. Но сколько это нужно будет собрать средств с граждан? Это колоссальные цифры. Поэтому платежи граждан должны быть приемлемыми для их освоения. То есть сумма должна быть такая, чтобы гражданин смог это заплатить. Причем сохраняется система социальной защиты граждан. Если сегодня семья получает жилищную субсидию при оплате за жилье и коммунальные услуги, то завтра она также получит из бюджета жилищную субсидию и за капитальный ремонт. То есть семьи социально защищаемые будут защищены. А остальные граждане будут платить в соответствии с расчетными показателями. Пока это цифра ориентировочная, мы называем, от 3 до 5 рублей с одного квадратного метра в месяц. Причем эти платежи, они не будут теряться. Где-то, если человек продает квартиру, переезжает, то эти платежи остаются за этой квартирой. В законе говорится о том, что возможно и софинансирование капитального ремонта вместе с бюджетными деньгами. То есть не только люди будут платить. Да, предполагается законом софинансирование к тем суммам, которые собраны жителями, и из бюджета разных уровней, муниципального, регионального. Поэтому все это надо будет делать в расчетах. Вот сейчас задача сегодняшнего периода создать оператора в этом году, чтобы оператор начал разработку графиков, технической документации, отбор банков. И уже в следующем году, когда мы сделаем расчеты по стоимости платежей, ориентировочно предполагается, что с мая месяца мы, жители края, начнем платить уже по этому закону. То есть уже в платежках мы увидим вот эту цифру. С таким расчетом, чтобы уже точно приступить к проведению планового капитального ремонта жилого фонда в 2015 году. Хотя не исключено, что, может быть, начнем отдельные дома и в этом в 2014 году ремонтировать. Здесь очень сложный процесс заключаться будет еще и в оценке необходимости капитального ремонта. Представим, что вот в одном квартале стоят пять домов, построенных в один год, изданных вот буквально... В одном состоянии они вот там как-то. В одном состоянии. А денег-то хватит на начало только на одного. Мы будем платить все, все жители всех домов, а ремонт начнем с одного дома. И вот эти счастливчики будут, конечно, довольны, жители этого дома, но жители других домов вправе задавать вопрос, а почему выбрали этот дом? Поэтому вот это комиссионно должно оцениваться не по каким-то субъективным параметрам, а с учетом реального технического состояния жилого фонда. Мне кажется, очень важный вопрос, это контроля за деятельностью вот этого оператора, этого фонда, который будет создаваться. Да, абсолютно право, поскольку это будет структура, она не коммерческая, не частная. Это будет структура кривого подчинения, то есть она будет подотчетна правительству, ее будет проверять счетная палата Красноярского края. Естественно, вправе запрашивать сведения и проверять какие-то моменты органы прокуратуры, контролировать их действия будет также краевая жилищная инспекция. То есть контролеров будет предостаточно. Ну и само качество выполненных работ, объемы, их приемка должна проводиться с участием жителей. То есть в каждом доме должны быть созданы советы домов, и совет дома должен участвовать в приемке. Ну обязательно, потому что люди платят, и естественно, они должны участвовать в контроле. Потому как вот предыдущие годы, когда капитальный ремонт в городе Красноярске проводился за счет федеральных денег, мы сегодня имеем достаточно много нареканий от жителей этих домов на качество проведенного ремонта. Хотя, если по большому счету разобраться, на актах стоят подписи жителей. Но как это было, теперь сложно сказать, какие жители соглашались и подписывали. Тогда еще не было, не во всех домах были организованы советы домов, а сейчас это должно стать обязательной нормой. Сейчас еще одна важная тема, которую я хочу с вами обсудить, это мы стоим в Красноярске на пороге отопительного сезона. Мне кажется, еще такая ситуация, которая может быть осложняет поступление тепла в дома, когда тепло от ТЭЦ уже идет, но работники ТЭЦ-ЭЖ или управляющих компаний ну как-то неритмично подключают, что ли. Вот здесь есть какие-то, как вы думаете, механизмы воздействия, чтобы все сплоченно работали эффективно? Все зависит, конечно, от качества работы всех технических служб, связанных с обслуживанием жилья. Управляющая компания имеет сегодня массу организаций подрядных, которые занимаются обслуживанием жилого фонда. И вот здесь как раз главная задача, чтобы эти обслуживающие организации в период запуска тепла переходили где-то 2-3 дня, неделю, буквально на круглосуточную работу. Как можно повлиять на управляющие компании ТЭЦ-ЭЖ? Вот сейчас не очень много все-таки, да, рычагов влияния, мне кажется. Может быть, пересмотреть какие-то правила игры на этом рынке? Я думаю, что нужно усилить общественный контроль. У нас должны быть созданы домовые советы. Сейчас вот будут создаваться общественные советы ЖКХ, уже документы правительства на этот счет подготовлены. У нас есть жилищная инспекция. В конце концов, у нас есть просто простой юридический механизм. Прозвучало, что тепло подано, оно должно быть в квартире. У нас масса примеров, когда мы уже и внешние регламенты все выполнили, и в доме тепло есть, а в этой квартире тепла нет, потому что два САИК, которые идут через эту квартиру, до сих пор еще не отрегулированы, и тепло на приборы не подается. И когда жители, особенно преклонного возраста, звонят в управляющую компанию, жалуются на низкую температуру, от этих жителей отмахиваются, как, извините, от надоедливых мук. У нас все нормально. Бывает и так. Ситуации бывают и самые разные. Вот за это все нормально. Надо жестко наказывать управляющей компанией. Вот все нормально, когда не будет ни одного звонка. Ну, мы знаем практику последних лет, когда Эдкам Шукрич Акбулатов создает в каждом районе штаб под руководством главы района, когда глава района организует дежурство всех своих подчиненных. Есть житель, который заказал услугу, есть управляющая компания, которая взялась обеспечить. Вот эти два человека должны работать так, чтобы не было друг к другу претензий. Пока вот такая ситуация, когда управляющая компания безответственно относится к своим функциям, это надо делать и жестко спрашивать. Жестко спрашивать, наказывать, штрафовать, требовать исполнения своих обязательств, взятых перед жителями домов, которые они взяли в управление. Будем надеяться, здесь все-таки произойдут какие-то изменения. Очень хочу, чтобы отопительный сезон начался эффективно, и мы тепло получили вовремя, все бы сработали хорошо. Мне этого хочется, правда. Еще одну тему хочу затронуть с вами. Вот 20 сентября состоится первая в новом политическом сезоне сессия Законодательного собрания Края. Вот ваш комитет с какими, может быть, новыми инициативами или продолжением старых идей выйдет на этой сессию? Сессия ожидается, как всегда, насыщенная. Много вопросов. Сейчас вот уже идут заседания комитетов, на которых рассматриваются, готовятся вопросы к этой сессии. Ну, уже пошла нормальная такая будничная, напряженная работа. Из-за пусков все вышли. Из-за пусков все вышли. Все, засучив рукава, уже окунулись в работу. Идет планомерная большая работа. Работы много. Вот если говорить о нашем комитете, здесь просто крайне початый. Он, видимо, никогда не будет закончен, потому что жизнь так требует. И в вопросах малого бизнеса, и в вопросах транспорта, и в вопросах ЖКХ, и в вопросах энергетики. Достаточно очень много вопросов. В вопросах строительства, где мы будем смотреть, как текущую ситуацию, так и предложение вырабатывать в Государственную Думу для корректировки федеральных законов. То, прежде всего, относится, например, к строительной отрасли. Ведь не секрет, что строительстве сегодня надо два года разрабатывать документацию, а потом за полгода построить объект, когда все должно быть наоборот. Поэтому надо искать пути, сокращать эти бюрократические этапы подготовки всех площадок к освоению, и решать эти вопросы. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию и рассказали, поговорили на эти сложные темы. Спасибо вам. Спасибо вам. А зрителям я напомню, что сегодня я беседовал с депутатом Законодательного собрания Края, председателем Комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Анатолием Матюшенко. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Продолжение следует...